Здравствуйте, в эфире студия Репортер, я пройду, я Александр Весман, сегодня у нас в гостях друг нашего телеканала Алексей Архиереев. Здравствуй, Леша. Поговорим мы, собственно, о профессии копирайтер. На днях прошел Международный день писателя, ну, прошел и прошел, тема-то от этого менее актуальной не стала. И мы, собственно, поговорим, собственно, как правильно писать тексты, как хорошо их писать, верно? Я знаю, что 15 марта в 13.42 пройдет вам мастер-класс, собственно, по написанию текстов. Что там именно будет? Приветствую тебя, приветствую всех зрителей. 15 марта проведу лекцию «Капкан для читателя. Как писать захватывающие тексты». Основной фокус будет как раз-таки не на том, как писать, да, и на этом тоже, но основной фокус будет на том, как читатель вообще воспринимает тексты. Мы забываем о том, что мы пишем, да, как по ту сторону экрана происходит процесс чтения. Вот, на что обращает внимание читатель, как он вообще воспринимает текст, как он его читает и читает ли вообще. Вот об этих моментах я буду говорить, и, исходя из этого, буду рассказывать о том, как все-таки привлечь внимание и писать захватывающие, то есть тексты, которые не позволят читателю отвлечься и уйти в сторону, да. Он его прочитает до конца, в лучшем случае, конечно. Ну, речь идет о разножанровых текстах. Моя профессия — копирайтер. Давай расскажем, что такое копирайтер. Да, снова, кстати, такое, я его не люблю, а на самом деле копирайтер, можно его сказать, точно так же писатель. Только писатель не только художественных текстов, писатель всех текстов. Не обязательно это могут быть рассказы, это могут быть, например, в том числе новости, да, новости каких-то компаний интересных, это могут быть разноплановые интервью, статьи, которые мы в интернете читаем. Все, что вы видите в интернете, тексты, да, их кто-то же написал. Не всегда это копирайтеры, иногда это люди каких-то смежных профессий, но все-таки копирайтер, коммерческий писатель, еще можно так назвать, это профессия, которая на Западе, например, сформировалась где-то лет 60 уже назад. А в Украине сейчас она только начинает путь становления, потому что не было ни учебников, ни преподавателей. Я пишу уже 13 лет, но по сути, кроме моего опыта, больше источников знаний не было. На своих ошибках я учился, и на своих ошибках я извлек определенный опыт из своих ошибок. Сейчас, к счастью, уже появляются и украинские авторы, которые пишут о теме, о профессии копирайтера, и курсы, где можно прийти, чему-то научиться. Вот лекция «Капкан для читателя» одна из таких лекций, где можно получить вводную, базовую информацию, которая нужна всем, журналистам, людям, которые просто ведут свою страницу, которую пишут для других, людям, которые хотят заказывать тексты с пониманием дела. Вот это лекция для этих людей. Не будем упускать тот момент, что многие пользуются Инстаграмом, и сейчас в последнее время есть вообще такая мода на публикации, не просто фотографии, а вот какая-то подпись под ними, и желательно так на несколько строчек хороших. Собственно, как лучше всего подходить к тексту? Вот человек, который новичок в этом, он хочет что-то написать, он хочет заинтересовать людей. Вот как, у него есть какая-то определенная мысль, вот как ее обрабатывать? Ой, ты затронул сразу несколько вопросов, это и страх белого листа, да, все почему-то... Самый популярный вопрос, а как вы преодолели страх белого листа? На самом деле у человека всегда в голове рой мыслей, и проблема в том, чтобы этот рой как-то оформить в какой-то текст, заставить его работать на тебя. Я всегда говорю в этом случае, начни писать первую фразу, которая крутится у тебя в голове. Сложнее всего начать, но на самом деле у человека обычно крутится уже какое-то завершение текста, вот он уже знает, как он поставит жирную точку, да, вот этот финиш такой эпический, вот у него может крутиться какая-то одна мысль, это не начало, это середина. Вот я всегда говорю, начните писать с того, что уже есть в вашей голове, все остальное оно потом придет, вот. И для того, чтобы написать хороший текст, тут нужно быть, слава богу, у меня есть такая школа журналиста, да, я работал тоже тележурналистом, и я знаю, как собирать информацию. Только сейчас начали действительно, я думал, что это я изобрел, да, но на самом деле я вижу, что очень многие авторы начинают рекомендовать копирайтерам быть вот журналистом, идти и брать интервью у того человека, которому он будет писать, или у той компании, да, которая пригласила его написать, общаться, искать разные источники вдохновения, то есть не сидеть дома, потому что долгие годы копирайтер, это человек, который работал дома у себя за компьютером, вот в телефонном режиме или на почту ему присылали какие-то тезисы, и он эти тезисы оформлял в какой-то текст, но информации, по сути, у человека было мало, и начиналось вот это вот литье воды, вот, с этим я и борюсь. А есть какие-то сейчас тренды, вот, как лучше писать, вот, может быть, как, например, в свое время вот в журналистике, если мы берем, появилась гонзо-журналистика, это когда датчик, там, или вот это, как еще носило название, неожурнализм, да, когда человек начал писать, собственно, о какой-то новости, которая его не касается, но он ее проносил через себя и писал от своего имени, как бы, новость, которая, собственно, он в ней не главный герой, вот, какие сейчас, может быть, тренды есть? Трендов вечно возникает очень много, это вот нейрокопирайтинг, транскопирайтинг, недавно сам узнал, да, что-то еще, копимаркетинг, вот, ну, короче, придумывает все, что угодно, на самом деле, тренд один, он основной и он продиктован засилием, обильным засилием информации, которую мы наблюдаем во всем, в фейсбуке, в инстаграме, в телеграме, во всех соцсетях, печатная продукция, мы выходим на улицу, там очень много рекламной продукции и везде есть текст, да, то есть буквы, слова, предложения, осмысленные иногда не очень и проблема в том, что из-за того, что люди не понимают основ копирайтинга, написание текста, возникает огромный шквал мусорной информации, которая никому не интересна, которая не несет никакого смысла пользы, люди не понимают, как этот смысл и пользу вложить, да, вот, из-за этого происходит просто перегруз восприятия, то есть человек открывает фейсбук и листает ленту, даже не всматриваясь уже в содержание, я привожу часто этот пример на курсах, в лекции тоже буду говорить об этом, 100 лет назад, каких-то 100 лет назад человек в среднем прочитывал за свою жизнь 50 книг, ну или текстов, равных этому объему, а в 80-х годах, когда уже начал копирайтинг развиваться, вот, с появлением различных источников информации, СМИ, человек за день в среднем поглощал объем информации, равные объему 80-70-80 газет, то есть человек уходит на улицу, текст, 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 да, он за день прогоняет через свой мозг столько текста, который бы поместился на 80 газетах за один день, в 2007-м, когда проводили это исследование, анализировали, объем информации дошел до 170 газет в день, ты можешь себе представить, какой перегруз человек получает, вот, и сейчас единственный, скажем так, правильный, правильная, может быть не единственная все же, есть люди, которые любят читать лонгриды, когда у них есть время, да, но для такого человека среднестатистического, который пользуется Фейсбуком, Телеграмом, Инстаграмом, который поглощает всю эту информацию, единственный правильный источник подачи информации, это малая литературная форма, то, что мы называем постами, да, кратко, емко, лаконично, вот, иначе у человека просто нет на это времени, нужно понять, что читатель, он мега занят, он просто не способен поглощать всю эту информацию, которую мы хотим расписать, написать, только кратко, только емко, только в двух-трех предложениях, в нескольких абзацах максимум. А вот все-таки, насколько имеет смысл, насколько правильно вот перепроверять, переписывать, вот, например, вот есть известный случай с режиссером фильма, он же сценариста «Шестое чувство» М. Найт Шемалан, когда он переписывал, переписывал сценарий, только на шестой раз ему пришла в голову идея, что «а сделаю-ка я Брюса Уиллиса мертвым» в картине, я извиняюсь, если я кому-то заспойлерил, но тем не менее, да, то есть вот насколько имеет смысл действительно там перепроверять, перепроверять, когда кажется, ну, уже вроде бы хорошо, хорошо, и все-таки вот этот момент финальной точки. В курсе я задаю вопрос студентам, как приготовить вкусный плов. Они говорят, ну, надо хороший рис, не то, мясо не то, там, приправы тоже не то. Секрет хорошего плова, даже вот если мы его будем готовить, в том, чтобы вымыть рис в семи водах, как говорят авторы этого блюда, да, то есть национальности, которые умеют его готовить просто волшебно. Вот они всегда начинают с того, что рис вымывается в семи водах, точно так же с текстом. Вот ты назвал волшебную цифру шесть, вот я до шести-семи раз всегда вычитываю тексты. Вот текст не пишется быстро вот так, всегда есть что поправить, всегда есть где сократить, улжать, не теряя смысл, например, там из десяти слов улжать до двух слов. Возможно, если обладать словарным запасом, если посидеть, подумать, посокращать, всегда есть возможность поменять местами. Иногда мы, когда читаем второй, третий, пятый раз, мы понимаем, что все, что вот написано здесь в начале, это не важно, это то, что называется в журналистике подводка, да, вот. Но в данном случае подводка к тому смыслу, который мы хотели вложить. И этот смысл – это главная ценность. И вот только на пятый, шестой раз ты понимаешь, что это ценность, и ты его просто меняешь местами. А потом уже рассказываешь, почему, зачем, как, да. Вот именно зачастую из-за того, что авторы, особенно начинающие, не понимают, как часто и как много нужно вычитывать текст, они пишут плохо. То есть они пишут интересно, кажется, но никто не дочитает до того места, где это интересно есть. Они пишут вроде и правильно, со всеми правилами, да. Но читатель просто не дочитает до этого места. Хорошо. Твой мастер-класс придут как молодые люди, так и люди постарше, так и люди, возможно, пенсионного возраста. Все-таки люди, вот мы говорили о жизненном опыте каком-то, люди разного жизненного опыта по-разному смотрят на вещи и по-разному эти вещи объясняют. Есть ли смысл или вот как-то это все уравнять, или вот расставить, как-то привести к общему знаменателю, или вот просто с каждым человеком нужно как-то вот индивидуально работать? В курсе я вообще стараюсь работать индивидуально в том числе. Например, посидеть, пообщаться с человеком, понять, для чего он хочет писать. Я даю всем одинаковые инструменты. Как они будут эти инструменты использовать, это, в принципе, уже их путь. Кому-то интересно писать для себя. Ко мне приходили и такие студенты, которые хотели просто научиться писать для себя. У них огромный жизненный опыт, у них масса интересных историй, которые они не знают, как донести, как рассказать. Им кажется, что это неинтересно. Я, когда слышу эти истории, я понимаю, что это бестселлер, если его описать, хотя бы в рассказ, что это будут люди читать, что это интересно. И вот моя задача как раз-таки дать инструменты и понять, зачем человеку это. Есть очень много молодых, естественно, ребят. В основном, кстати, девушки. В копирайтинге почему-то 95% это девушки. Это заметно как раз-таки по большим мероприятиям, по большим лекциям, когда ты приходишь и видишь изредка парней и все остальные девушки. А на письме-то отличается? Да. Больше лирики, может быть, больше письма. Больше лирики и вообще, то есть женский копирайтинг, он отличается именно слишком большим преобладанием эмоций и чувства. И с этим надо бороться, потому что не всегда эмоции и чувства помогут нам. Это тоже важно, это тоже иногда используется как прием воздействия на читателя, на захват внимания читателя, воздействие на его эмоции. Но не всегда это нужно. Есть и другие способы. К сожалению, он украинский копирайтинг, он как раз-таки слишком женский. Хотя, кстати, известный самый автор копирайтинга – это мужчины. А вот можно ли сказать, что короткий текст намного сложнее написать, чем длинный? Совершенно верно. Над коротким текстом 2-3 абзаца можно биться целый день. Именно за счет того, что ты хочешь в одном предложении отразить большую мысль, донести ее в двух-трех словах. У меня есть знакомый сценарист, который написал сценарий на 86 страниц полнометражного фильма. Но когда ему попросили, а ты можешь в двух предложениях объяснить, про что фильм? Вот человек, который написал 86 страниц. То есть он затруднился. Да, это именно как раз-таки и задача копирайтера – уметь донести в двух-трех словах смысл идеи, мысли. Причем многие задают вопрос, а не скатываемся ли мы к какому-то дну? Раньше писали такие произведения, раньше был другой стиль восприятия. У людей было много времени, сейчас времени нет. И мы ничуть не упрощаем жизнь, то есть себе, по крайней мере, мы как раз-таки очень долго и много бьемся над тем, чтобы выразить кратко, емко какую-то идею, какой-то посыл. В этом и заключается профессионализм. Если мы говорим, все-таки вот мы затронули тему слова, силу слова. А какой можно дать совет людям, как обогатить свой словесный, словарный запас? Я всегда говорю, что пишет тот, кто хорошо говорит, а хорошо говорит тот, кто много читает. Нераздельно написание текстов с чтением книг. Благодаря именно чтению книг я обладаю тем словарным запасом, который есть. Более того, я скажу, что у каждого автора этот словарный запас свой. И именно это дает возможность человеку обладать авторским стилем. Вплоть до того, что некоторые тексты, которые принадлежат конкретным людям, я узнаю, даже не зная авторства. И мои тексты, к счастью, тоже некоторые люди каким-то мутром, чуть-чем узнают. Говорят, ты написал? Ну, там же подписано, Леша Архиереев. Не всегда, профессия копирайтера как раз-таки заключается в том, что мы не являемся писателями в прямом смысле слова, когда художественное произведение подписывается именем автора. Иногда нужно написать текст от имени компании, бренда, другого человека, который обратился за помощью. То есть в этом и заключается профессия копирайтера. Я знаю, что во время мастер-класса твоего будет структура текста. Структура текста. Вот мы все-таки на самом деле так говорим, говорим. А вот все-таки если мы раскладываем это математически, это вот начало, середина, конец, или как это сейчас, собственно, выглядит? Еще одно такое важное замечание для всех студентов. Я вижу, как люди переносят школьные сочинения, когда есть завязка, концепция, господи, как это не концепция, а вечно это слово забываю, пик, скажем так, ситуации, да, и развязка. Вот. И я объясняю, что не надо писать в таком духе, забудьте правила школьного сочинения, не продолжайте эту унылую традицию. Человеку некогда на развязку, у него нет времени на развязку, ему надо сразу переходить к самому интересному. И в этом как раз-таки заключается мастерство, чтобы чувствовать это, потому что не все люди понимают, что можно начать с середины, да, вот надо же подвести логически, особенно девочки, они хотят быть логичными, вот. И это не получается, и в этом вся загвоздка. А что касается структуры текста, хороший вопрос, это вообще отдельная лекция в курсе, потому что один и тот же текст, написанный вообще, одни и те же слова, да. Но, если мы подадим это как сплошное полотно, человек откроет, уже снется, вот это много букв не осилил, да, и просто пролистает дальше. Если сделать элементарную структуру текста, то есть разбить его на абзацы, о чем многие часто забывают. Честно говоря, я и сам иногда забываю, когда пишу спешки, вот когда срочная идея пришла, надо пост написать, да. И я там написал, потом смотрю, что это, кошмар, это уже это читать будет, разбиваешь на абзацы, у человека все, есть возможность вдохнуть и выдохнуть. То есть он прочитал, ага, осмыслил, перешел дальше. Мы забываем о том, что текст нужно структурировать, разбивать его на блоки, делать какие-то маркированные списки, сокращать предложения до какого-то количества слов, которые удобны. Кстати, об этом я тоже буду говорить на лекции. Значит, поскольку у нас время эфира уже подошло к концу, но я считаю, что мы очень подробно обсудили эту тему. Я лишь напомню, что 15 марта в терминале 42 пройдет мастер-класс по написанию текстов Алексея Археревна. Большое спасибо, что пришли на нашу студию. Спасибо вам за приглашение. Это был студий-репортер, ее провел. Я Александр Вельцман, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...